В Черкасской области могут перекрыть междугородние трассы. Причина – состояние дорог. Последние 15 лет их никто не ремонтировал. Поэтому жители нескольких сел готовы выйти на акцию протеста. Подробнее в нашем сюжете. Вот это оно отходило, вот это все, из окна. Ну что ж, смотрите, ваша доска этого. Это уже его туда подпихали, подбивали, чтобы только оно не рушило. Стена этого дома обвалилась неделю назад. Причиной всему – невыносимая вибрация от машин, говорит хозяйка, жительница Галагановки. Через село проходит трасса государственного значения, соединяющая Черкасскую, Полтавскую и Кировоградскую области. Раньше фуры объезжали село Подамби между Тясменом и Днепром. Но переправу полтора месяца назад закрыли для проезда транспорта. Она аварийная. Еще с момента строительства Тясменская плотина должна была выполнять исключительно водозащитную функцию. Переправу в конце 60-х планировали организовать чуть выше под Днепру. Но мост так и не построили. А саму плотину от сверхнагрузок сейчас может прорвать в любой момент. Когда ее закрыли, весь поток транспорта двинулся через Тецовку, Галагановку и Чигирин. Это может добить и без того плохие дороги и дома селян. Они же ездят по 40-60 тонн, вы прекрасно знаете. А сколько там его положено везти, то вы знаете, его никто не дотримает. Разгрузить Чигиринское направление могла бы и эта трасса областного значения через Тараса Григоровку. Но здесь та же проблема. Дорогу не ремонтировали уже добрых 15 лет. Местные жители говорят, из-за ям сюда отказываются приезжать даже скорая. Время от времени люди сами их латают. Селяне уже твердо решили, будут перекрывать дорогу. Глава райадминистрации говорит, людей понимают, ведь и сам ничего с этим поделать не может. Показывает целую пачку. Это переписка с инстанциями разного уровня. О помощи в ремонте трасс. Областные дорожники заняться им готовы на условиях софинансирования. Но в местном бюджете на это нет денег. А ремонтировать плотину они и вовсе не имеют права. Завтра чигиринские чиновники направят письмо с просьбой дать денег на ремонт дорог и плотины в Кабмин. Если правительство не поможет, то, предупредили селяне, перекроют дорогу на неопределенный срок. Ольга Иванченко, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканала Интер. Черкасская область.